Сегодня мы в гостях в штаб-квартире Федерации бодибилдинга России, в гостях у президента Федерации бодибилдинга России Владимира Ивановича Дубинина. Владимир Иванович, несколько вопросов для передачи BodyTime. Каковы сейчас условия для занятий бодибилдингом, для развития бодибилдинга в России вообще? Что этот вид спорта может дать людям и в частности подрастающему поколению молодежи? Ну, если сказать кратко, то это единственный вид спорта, который может дать здоровье нации. Это единственный вид спорта, который и на самом деле массовый. То есть у нас сейчас миллионы людей занимаются бодибилдингом. Многие люди даже не подозревают этого. Потому что когда они приходят в тренажёрный зал, я сам спрашивал, чем вы занимаетесь? Ну, мы так вот просто на тренажёрах, я говорю, вы же занимаетесь бодибилдингом. Да нет, я просто вот, чтобы хорошо себя чувствовать. Но это, как вот обычно я говорю, что если ты с сыном играешь на кухне в шахматы, ты же играешь в шахматы. Ну, так же и здесь. Это люди, которые занимаются бодибилдингом. У нас нет официальной статистики. Ну, давайте, как пример, у нас сейчас всё время, так сказать, Америка, как пример. Ну, значит, официально американская статистика на 93-й год в Соединённых Штатах в тренажёрные залы ходило 34,9 миллиона человек. Эта цифра, она поражает. Это каждый шестой, включая стариков и детей. Но они же не могут ходить. То есть это примерно каждый четвёртый взрослый человек, он занимается своим телом, он хочет быть красивым, сильным. Жалко, мне в этой связи очень жалко, вспоминая свою юность, когда я был абсолютным чемпионом Советского Союза. И когда в статьях такого уважаемого человека, как Дмитрий Иванов, всё время сквозило, что мы занимаемся чуждым советскому человеку видом спорта, что мы должны клепать эти пятилетки, клепать план, а о себе человек думать не должен. Но мне кажется, что материальное богостояние людей постепенно растёт, и человеку пора задуматься о себе, о своём здоровье, о том, как он выглядит. И многие говорят, что зачем нам такие громадные мышцы? Да не надо иметь такие мышцы, надо иметь здоровье. Но вот эти чемпионы, которые, может, даже и гробят в чём-то своё здоровье, потому что большой спорт – это уже крылатая фраза, там, где начинается спорт, там кончается здоровье, но это живые легенды, живой пример. Это люди-боги, как говорится. И они являются просто примером миллионам людей в мире. Допустим, Арнольд Шварценеггер, ему можно сказать спасибо только за то, что он есть. Он один своими фильмами участия в съёмках, вот то, что он даже не как культурист, но одним своим видом он приводит людей в тренажёрные залы. И трудно подсчитать, сколько миллионов людей он привёл в тренажёрные залы. Поэтому чемпионы нужны, и пускай люди не переживают, он говорит, ну вот если я накачаю, что же я потом буду делать с мышцами? Да вы накачайте сначала, остановиться всегда можно. И ещё один вопрос. Сейчас каков уровень развития российского бодибилдинга, когда наши атлеты смогут на равных конкурировать с теми же профессионалами? Вообще это возможно или это отдалённые перспективы? Ну уровень наших атлетов, он сильнейший в Европе, можно сказать одним словом. То есть мы неоднократно выигрывали в командном зачёте, выигрывали у команды Германии, которая является там фаворитом. То есть мы всё время в тройке призёров. У нас уже много чемпионов Европы и по фитнесу, и среди женщин, и среди мужчин. То есть мы сильнейшие в Европе. А конкурировать с профессионалами, это конечно сложно, потому что вот вы на этом турнире увидите, что это за люди. Это сильнейшие в мире. Лучше нет, это приехали самые-самые сильные. И последний вопрос. Вы советуете молодёжи заниматься именно бодибилдингом? Я отдал бодибилдингу в общей сложности лет 30. Так, активным занятием, и теперь уже как организатор. И я считаю, что лучший вид спорта, чем бодибилдинг, нет. Идите в залы, занимайтесь. Я ещё раз напоминаю, что программа «Будитайм» была в гостях у экс-чемпиона Советского Союза по бодибилдингу, президента Федерации бодибилдинга России Владимира Ивановича Дубинина. Огромное спасибо. Спасибо.